Продолжение следует... Везде работы, выполненные в полном объеме, допущено немало недочетов. Почему и какие конкретно? Насколько эффективно в целом расходовали средства программы, а это сотни миллионов рублей? Спросим у сопредседателя регионального штаба ОНФ Марина Ермоленко. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вот скажите, сколько объектов в общей сложности оценила комиссия и сколько денег пошло на их благоустройство? Да, вы совершенно правы, что сейчас в крае у нас закончилась приемка непосредственно дворов и общественных территорий по проекту «Комфортная городская среда». 235 дворовых территорий, 23 общественных территории и 11 парков. В общей сложности у нас попадала в эту программу на 2018 год. Поэтому сейчас уже проверки закончены и мы можем эти результаты уже огласить. То есть порядка трех сотен объектов разных. А сколько денег ушло в общей сложности на их благоустройство? Более 500 миллионов рублей. Это достаточно крупная сумма денег по краю. Конечно, самый большой процент это процент федеральных средств. Далее идут региональные, муниципальные. Очень важный момент – это небюджетные средства. Главным образом это средства самих жителей. То есть программа предполагает софинансирование жителей, непосредственно работ по дополнительному перечню. То есть население так или иначе тоже участвует в этой программе? Конечно, в этом и смысл этой программы, чтобы активность населения ее разбудить. Чтобы было определенное неравнодушие к тому, что происходит вокруг. Ну вот сумма немалая, источники разные, но тем не менее не все, я знаю, объекты были одобрены. Какие были забракованы и почему? Ну сказать, что объекты были забракованы, наверное, это слишком громко. Есть определенные недоделки, но в основном это касается, конечно, общественных территорий. Но если говорить по порядку, вот по дворовым территориям, в этом году, в отличие от 2017 года, у нас, конечно, недочетов намного меньше. Потому что в 2017 году, если вы помните, были проблемы, в частности, по городу Барнаулу с подрядчиком. В этом году у нас таких проблем нет и нареканий от жителей практически нет. Но если такие случаи бывают, то они или устраняются в ходе работ, или если все-таки нюансы определенные есть, то уже теперь у нас лег снег, определенные природные условия, то в следующем году эти недочеты будут устранены. Но приведу лишь небольшие примеры реакции вот и общероссийского народного фронта. Например, по городу Рубцовску, когда жители сигнализировали и заметили, что в ночное время непосредственно кладется асфальт во дворе на снег. То есть температура ниже нуля, технологии нарушаются. Поэтому, конечно, мы тут незамедлительно отреагировали письмом в администрацию города Рубцовска. И здесь несколько вариантов выхода из этой ситуации. Но в любом случае есть реакция жителей, есть реакция нашего движения. Ну вот один из примеров это Рубцовска. Есть ли еще какие-то точки, где можно сказать, что вопиющие случаи нарушения работы? Ну они по большому счету сложно сказать, что прям вопиющие, те, которые нельзя было бы исправить. По Новоалтайску есть определенные моменты. Ну хорошо, какие-либо недочеты? Да, есть, вот Рубцовский я уже назвала, есть по Новоалтайску, когда сквер ремонтируется, но при этом немножко затрагивается в негативном ключе другая территория прилегающая, которая после этого ремонта требует тоже определенных вложений. Поэтому, конечно, вот таких случаев быть не должно. Но это что касается, вот, наверное, если говорить о дворах, здесь более-менее у нас такая ситуация достаточно стабильная в этом году. А вот с общественными территориями, конечно, нам сложнее. Если по городу Барнаулу брать, то это объекты, которые, наверное, на слуху сейчас у всех, это сквер химиков и площадь мира. Но здесь тоже незамедлительно уже и общероссийский народный фронт реагирует. Например, на площади мира мы заметили то, что плитка элементарно проваливается. Но вот вы задавали вопрос, как по срокам? Естественно, мы отреагировали, написаны письма, обращено внимание, но в связи с погодными условиями эти недочеты, естественно, будут устранены уже в следующем году. А сейчас будут убраны ограждения. Конечно. Убраны ограждения, строительный мусор. В общем, в любом случае все недоделки, они будут устранены. Недоделки устранят, это хорошо. Но вот возьмем другую сторону этого вопроса. Немалые деньги на благоустройство объекта выделяются. Если каким-то образом он сделан все-таки плохо в конечном итоге, то предусмотрена ли вообще компенсация средств? Если да, то кто должен компенсировать? Власти? Я, наверное, остановлюсь на том, что жители, которые участвуют в этом проекте, они прекрасно знают, что проект, например, реконструкции двора, он согласовывается с жителями. Жители являются инициаторами. Жители принимают на общем собрании большинством голосов то, что они хотят видеть в итоге в своем дворе. Будет ли это парковка, будет ли это детская площадка. Естественно, это асфальтирование дворовых территорий. Поэтому сложно сказать, наверное, по поводу того, довольно-недовольно, да, бывает всякое. По качеству работ, ну, это очень серьезный вопрос. То есть вы хотите сказать, что до такой степени вопрос не дойдет? Нет, не дойдет однозначно, потому что непосредственно что будет сделано, решают жители. А как будет сделано, естественно, все зависит от исполнительного, от администрации города, от подрядчика. И если вдруг возникают какие-то недочеты, я говорю, мы уже, наверное, опытом 17-го года научены, мы достаточно серьезно подходим к этому вопросу. И администрации города, и контролирующие структуры. Поэтому таких точно не будет вещей. Хорошо, вот вы уже сказали, что мнение, в общем-то, людей учитывается. Но, я так понимаю, в основном при благоустройстве дворов. А если мы берем вот как раз-таки общественные территории, парки, людей, к людям вы прислушиваетесь в таких случаях? Естественно, те шесть территорий, например, по городу Барнаулу, у нас 18 марта вместе с выборами президента, жители нашего города выбирали общественные территории. Прежде всего, какие они хотят, чтобы были благоустроены, вот в 2018 году. И естественно, что проекты, которые разрабатывались профессионалами, без этого тоже никуда, были размещены на сайте города Барнаула. И каждый мог с ними ознакомиться и внести свои предложения. Такие площадки общественного обсуждения, они, в общем-то, организовывались на территории нашего города. И люди высказывали свое мнение. Хотя, я, конечно, должна здесь сказать, что, может быть, здесь еще у нас недостаточно опыта, в принципе, и у муниципалитета, и у жителей самих. А как это сделать так, чтобы это действительно было плодотворно, результативно? Но я думаю, что программа рассчитана до 2022 года. И у нас еще будет возможность разные форматы здесь посмотреть и применить. Давайте теперь вернемся к дворам. Вот я знаю, что на условиях софинансирования люди, многие благоустраивают их, да? Какой процент, сколько денег люди должны вложить и активно ли люди идут на это? Ну вот у нас в 2017 году процент софинансирования на дополнительный перечень. Я хочу просто напомнить, это обустройство детских площадок, спортивных площадок, парковок и так далее. К основному перечню у нас относятся асфальтирование, урны, лавочки и, ну, непосредственно, да, асфальтирование между дворовых проездов. То, конечно, этот процент в 2017 году был не менее пяти. В этом году 40%. Естественно, что по статистике мы посмотрим, если количество желающих на дополнительный перечень, оно уменьшилось. Накладно. Да, но тем не менее, тем не менее, те дворы, которые мы видим уже по итогу, которые вот во время приемки мы наблюдали, это, конечно, дворы, из которых, наверное, нужно брать примеры. И самое главное, вот я могу привести один из интереснейших по Барнаулу примеров, Попова-16, совсем недавно одним из последних мы принимали этот двор. Для жителей, для самих, которые, ну, безмерно рады тому, как преобразился двор, этот проект становится начальным этапом для того, чтобы они далее сами своими силами свой двор благоустраивали. Поэтому ведь этот проект носит определенную такую еще второстепенную, знаете, роль, потому что жители активизируются для того, чтобы сделать все лучше, лучше и лучше в своем дворе. Поэтому вот такие примеры, к счастью, есть. И все-таки, чтобы люди стали еще более активны, я думаю, было бы неплохо, наверное, этот процент снизить. Вот такие какие-то у вас есть инициативы на будущее? Вообще, в следующем году продолжится реализация программ? Да, как я уже сказала, программа рассчитана до 2022 года. Инициативы общероссийского народного фронта, они здесь предельно понятны. 40% достаточно большой процент. 5, давайте уж говорить честно, достаточно мало. Поэтому оптимальный процент, наверное, был около 20%. Я думаю, для жителей он был бы подъемный, ну и можно было бы прекрасно, результативно этот проект реализовывать. Но, а уже из реализованного, так скажем, из наших предложений, это вот в 2018 году проектно-сметную документацию, что тоже немаловажно и немалозатратно для жителей было в 2017, мы теперь делали за счет бюджета. Это тоже было предложение общероссийского народного фронта, и вот оно было реализовано. Поэтому мы надеемся, что в следующем году другие наши инициативы тоже будут услышаны. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания.